Ради Хабиров возглавит региональное отделение «Единая Россия». Его кандидатуру согласовали на заседании Президиума Генерального Совета. Сейчас отделением партии в Башкортостане руководит спикер регионального парламента Константин Толкачев. Должность секретаря он занимает с 2008 года. Ранее подобную инициативу одобрил Дмитрий Медведев. Предложение высказали ему на встрече, которая прошла в Центральном исполнительном комитете «Единая Россия». Штат Министерства природопользования и экологии республики в ближайшее время будет расширен. Об этом сообщил Ради Хабиров на координационном совещании, где обсуждали добычу полезных ископаемых в регионе. Причиной кадровых решений послужила большая загруженность министерства. С начала года в республике выявлено 150 нарушений в сфере добычи полезных ископаемых. Незаконно вывезено более 200 тысяч кубометров запасов. Сумма наложенных штрафов составила свыше 10 миллионов рублей, в то время как ущерба нанесено более чем на 100 миллионов. На совещание Ради Хабиров дал указание министерству организовать тщательную проверку на территориях Кармаскалинского, Благовещенского районов, Орджоникидзевского района Уфы и города Белорецка. Там идет добыча инертных материалов, таких как песок и щебень. Никто не против добычи полезных ископаемых. Их надо добывать. Но это должно быть цивилизованным путем с учетом интересов муниципалитетов и республики. Так? Так. Поэтому я всегда говорил, заводите тех и поддерживайте тех, и главы поможет, те, кто честно готов работать. Тем более это довольно маржинальный бизнес, как я понимаю. Второе. Жестко пресекать деятельности законных всевозможных копателей и так далее. Всего в этом году в Башкортостане аннулировано 33 лицензии на добычу полезных ископаемых. Столичная мэрия направит до 266 миллионов рублей на ремонт участка дороги Уфа-Нагаева. Аукцион по отбору подрядчика назначили на 6 ноября. Об этом сообщается на портале госзакупок. Работы будут проводиться на участке дороги от улицы Бородинской до трассы М5 в Кировском районе Уфы. В течение 2020-2021 годов подрядчику предстоит с нуля провести дорожно-строительные работы с предоставлением гарантий по укладке и содержанию асфальта сроком на 4 года. На бортовой камень 2 года, на разметку 6 месяцев. По данным портала госзакупок, финансирование контракта будет осуществляться за счет бюджета всех уровней. Заявки на тендер принимаются до 1 ноября. В Уфе чествовали сегодня работников сельского хозяйства. За свои награды получили агрономы и животноводы, а также руководители сельскохозяйственных предприятий. Перед ними обозначили цели на следующие 5 лет. Башкортостан является лидером в Приволжском федеральном округе по производству сельхозпродукции. В общероссийском объеме республика занимает около 4%. Эти показатели, по словам Радио Хабирова, необходимо увеличить. Давайте впредь, также грамотно двигать вперед в наше сельское хозяйство и выводить республику в лидеры аграрного производства. Мы обязательно соберем 4 миллиона тонн зерна, как договорились к 2024 году. Будем его массово экспортировать и самое главное научимся его глубоко перерабатывать. В последние годы мы сильно и на себе ощущаем огромную поддержку Министерства сельского хозяйства. Им огромное за это спасибо. Поддержку правительства. Также сегодня за активное освещение проблемы вопросов сельскохозяйственной отрасли наградили и сотрудника нашего медиахолдинга. Почетную грамоту вручили выпускающему редактору сайта РБК Уфа Галиен Абиевой. Агропромышленный комплекс республики навсегда был одним из лучших в России. Текст ведается очень успешно и дает хорошие инфоповоды для журналистов. Это дает нам возможность развиваться, писать и получать награды. Сентябрьский указ Радиохабирова предполагает в течение пяти лет увеличить сбор зерна до 4 миллионов тонн. Для этого планируется задействовать все неиспользуемые пашни. Необходимо обновить парк и сельхозтехники. Для нужд аграрной промышленности приобретут свыше 4000 единиц нового оборудования. И на этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на телеканале РБК Уфа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова